Говорим о здоровье, болезни сердца. Ежедневно ешьте на завтрак хлеб. Конечно, если у вас есть хлеб, это во-первых. Если у вас нет никаких аллергий, как глутен, да, как перевести по-русски даже. Глутеин, да. Или крахмал, может быть, крахмал? Да, крахмал тоже. В общем, проверьте вначале эту информацию со своим доктором. А, клейковин называется. Клейковина, да. Ежедневно ешьте на завтрак хлеб, намазанный вместо джема, пастой из меда и пудры корицы. Это снижает уровень холестерина в артериях и спасает человека от инфаркта. Даже те, у которых уже был инфаркт, могут уменьшить риск повторного инфаркта. Регулярное употребление меда с корицей укрепляет мышцу сердца. Слабость. Недавно исследования показали, что содержание сахара в меде скорее полезно, чем вредно для поддержания сил. У пожилых людей, употребляющих мед и корицу в равных пропорциях, улучшается концентрация внимания и подвижность. Пчелы плохого не посоветуют. В конце концов, этот мед был вреден. Пчелы бы все убирали от диабета, а они и не умирают. Они живут и летают. На радость нам с вами. Доктор Милтон, который проводил исследование, говорит, что ежедневный прием половины столовой ложки меда с добавлением корицы в стакане воды с утра натощак и после полудня примерно в 15.00 или в 3 часа дня, когда жизненные функции организма начинают снижаться, повышают жизненные функции в течение нескольких дней. Артрит. Страдающие артритом могут ежедневно утром и вечером выпить одну чашку теплой воды с двумя ложками меда и одной чашкой ложкой корицы. У меня был знакомый, вернее он есть где-то здесь в Калифорнии, медом торгует и у него есть своя пасека. Марк, где ты сейчас? Мы говорим о меде. Кто знает Марка, передавайте ему привет от Ольги. Есть даже, кстати, хорошая песня про пасеку. Это останется время, может быть, у меня куча. Да, если у нас останется время, у нас так тяжело со временем, мы так стараемся поделиться с вами наилучшей информацией. Регулярный прием меда вылечивает даже хронический артрит. В недавних исследованиях установлено, что когда доктора назначали своим пациентам смесь из одной столовой ложки меда и одной второй чайной ложки корицы перед завтраком, через неделю у 75 пациентов из 200 полностью проходила боль, а в течение месяца большинство пациентов, которые не могли ходить или передвигаться из-за артрита, смогли ходить, не ощущая боли. И все они пахнут и корицы. Или медом. Или медом. Холестерин. Две столовые мюшки... Мюшки меда. Да, две столовые мюшки лоба. Две столовые ложки меда и две чайные ложки корицы, смешанные с двумя стаканами теплой кипяченой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение двух часов. Как и для страдающих артритом. Прием этой смеси три раза в день приводит в норму холестерин для даже у хронических больных. Люди, ежедневно принимающие из пищи мед в чистом виде, также меньше жалуются на холестерин. Иммунитет. Ежедневный прием меда и корицы укрепляет защитные функции организма и защищает его от бактерий и вирусов. Ученые обнаружили, что мед содержит множество различных витаминов и железа. Постоянное употребление меда усиливает способность белых кровяных шариков сражаться с бактериальными и вирусными заболеваниями. Выпадение волос. Это актуально? Я думаю, что да. Да, это очень актуально. При выпадении волос или облысении можно смазывать корни волос пастой из смеси разогретого. Меда и корицы. Оливкового масла. Не угадал. Одной столовой ложки меда почти-почти. Ага, вот уже и мед пошел. И одной чайной ложкой корицы, но перед мытьем головы на 15 минут. А там нет ли это от геморроя? Дойдем до туда. Главное терпение, мой друг, терпение. Я уже догадываюсь, как оно будет. Затем промыть волосы слегка теплой водой. Даже 5 минут вполне достаточно, чтобы был заметен эффект. Так что теперь я буду знать, если будет пропадать мед, кто-то моет медом волосы. Мы узнали, что у нашего сына облысение. Когда я из дома стала пропадать мед и корица. Язва желудка. Мед с корицей снимает боль в желудке, а также залечивает язвы. Вот при язве желудка. Опять же газы. Согласно исследованиям в Индии и Японии, выявлено, что мед с корицей уменьшает вздутие желудка. Ну и даже если газы, пахнет лучше все равно. Медом и корицей. Да. Запах изо рта. Жители Южной Америки, чтобы на целый день сохранить приятный запах во рту, первым делом с самого утра получат горло с горячим раствором. Меда и корицы. Правильно. Простуда. Страдающие от простуды должны 3 раза в день принимать по 1 столовой ложке теплого меда. И корицы. И 1 четвертой чайной ложки корицы. Правильно. Это вылечивает почти любой хронический кашель, простуду и освобождает носовые проходы. Они заполняются медом и корицей. Да. Гриб. Испанский ученый доказал, что мед содержит натуральный элемент, который убивает бактерии и гриппы и спасает человека от заболевания. Долголетие. Чай с медом и корицей. Принимаемые регулярно. Задерживает наступление старости. Вот этого-то мне как раз и не хватало. Надо меда и корицы. 1 ложка корицы, заваренная в 3 стаканах воды и охлажденная. Плюс 4 ложки меда. И так пить 1 четвертую чашки 3-4 раза в день. Сохраняет кожу свежей и мягкой. И задерживает старение. Да. Но если тут понимать, что корицу все-таки очень много употреблять не стоит, потому что корица может быть токсична. В ней есть эфирные масла, кумарины, которые могут быть токсичными для печени и почек. Вот. Также корицу нужно желательно не употреблять детям в возрасте до 2 лет. А если это нарушено, то никаких проблем. А вот, например, заменители сахара, такие как нутросвит, эквал, спун, фалны и так далее, сделанные из аспартами, очень вредны для человеческого организма. Лучше использовать природные заменители, такие как манука, мёд и корицу. И лепаток. Да, мёд и лепаток. Но только в малых количествах. Также вредна соль, имеющая химические добавки. Она должна иметь белый цвет. Лучшей альтернативой являются аминокислоты, брега или морская соль. Да, ещё важно тут сообщить, что эфирные масла корицы могут быть вредны при временности, в отыгрении беременной женщины. А вот молоко является причиной выработки организмом слизи, особенно в желудочно-кишечном тракте. И люди, болеющие раком, должны знать, что рак питается этой слизью. Замена молока на несладкое соевое молоко заставит раковые клетки умирать от голода. Рак питается молоком. Слизью. Слизью в желудочно-кишечном тракте. Да, вот такие. Вода. Лучше пить очищенную или отфильтрованную воду, чтобы избежать попадания в организм токсинов или тяжёлых металлов, находящихся в водопроводной воде. Дистиллированная вода является кислой. Избегайте её. Ну, в общем-то да, дистиллированная она ещё и невкусная, к тому же. Вот, помогите всем. Нет, не нужно использовать пластиковые контейнеры в микроволновой печи. И также бутылкам с водой в морозильной камере. Скажите, этому нет. А также полиэтиленовых плёнок в микроволновой печи не должно быть. Джон Хопкинс недавно послал эту статью в информационный бюллетень. Эта информация начинает распространяться также в Уолтер Рид Арми в медицинском центре. Диоксин – химическое вещество, вызывающее рак, особенно рак молочной железы. Диоксины являются весьма ядовитыми веществами для клеток нашего тела. Не замораживайте пластиковые бутылки с водой. При замораживании из пластика выделяется диоксин. Недавно доктор Эдвард Фудзимоте, руководитель оздоровительной программы «Кясл Госпиталя», был на телепрограмме, чтобы объяснить опасность этого для здоровья. Он говорил о диоксине и о его опасности для нас. Он предупреждал, что не следует нагревать пищу в микроволновой печи с использованием пластиковой посуды. Это особенно относится к продуктам, содержащим жиры. Он сказал, что при сочетании жира, высокой температуры и выделяемые из пластмассы диоксины последние попадают в пищу и в конце концов в клетки тела. Вместо этого он предлагает использовать для подогрева пищи стеклянные контейнеры или даже керамические контейнеры. Вы получите те же результаты, только без диоксина. Также такие вещи, как обеды у телевизора, нагревание растворимых продуктов, супов и так далее не следует проводить в микроволновой печи. Лучше каким-то другим способом. На костре. Да, ну, может быть, печка там какая-то, такая русская печка. Есть такие русские печки? Да, там еще щуки водятся, там дебели, желания катаются. Да, использование бумажной посуды неплохо, но мы не знаем, что находится в используемой бумаге. Тем более, если она была из recycled. Не знаю, что там не было напечатано. В конце концов, бывают токсичные краски, свинцовые краски. Так что бумага – это вещь такая, может быть, опасная. Да, так что лучше использовать закаленное стекло Corningware и тому подобное. Так, например, фастфуд-рестораны перешли от пенопластиковой посуды к бумажной. Диоксин является, можете сами приносить свою посуду. Они вам с удовольствием, так сказать, ваши остатки еды, for to go, что называется, положат в ваши же контейнеры. Диоксин является одной из причин этой замены. Он также отметил, что опасно накрывать контейнер полиэтиленовой пленкой Saran при использовании микроволновой печи. Я понимаю, что вы не хотите, чтобы ваша пища брызгалась по всей микроволновой печке. Она, так сказать, потом ее чистить надо и убирать. Это так нудно и время занимает. Вот, поэтому лучше, конечно же, использовать специальные контейнеры. Лучше всего, конечно, опять же, сделанные из стекла. Пища нагревается и воздействие высокой температуры на пленку может быть причиной ядовитых токсинов пищи, так как пластиковая пленка может расплавиться и капли попадут в пищу. Накройте контейнер бумажным полотенцем. Вот, и не только, как говорится, стеклянным. Итак, можете делиться этой информацией со своими друзьями и, в общем, посмотреть, если это для вас подходит. Поэтому всегда говорите со своим доктором. Мы не доктора. Мы только делимся вашей и нашей информацией для вас. Потому что очень много информации присылают вот нам. По поводу уникального эликсира молодости рисового молочка. Мы говорили о меде, говорили о корице и вот о рисовом молочке. Необходимо довести кастрюлю воды до кипения, добавить миндаль, варить в течение пары минут, после чего достать миндаль, высушить и измельчить. Далее следует смешать в таре рисовую муку, заранее измельчить рис, миндаль, кардамон и соль. Добавить 3-4 стакана воды, перемешать. Плотно закрыть тары и настаивать смесь в течение 8-10 часов. После того, как состав настоится и схватится, следует взбить его с помощью блендера, постепенно вливая воду. Напиток можно процедить и охладить. Принимать целебный напиток в силу его трудоемкости следует курсами очищения. Можно включить его в рацион разгрузочных дней. Итак, значит нужно иметь миндаль, в течение пары минут его вскипятить и варить, потом высушить и измельчить, потом смешать с рисовой мукой, миндалем, кардамоном и солью, потом добавить 3-4 стакана воды. Вот, к сожалению, не говорится, сколько миндаля и медь. Ну что же, это вам эликсир молодости. Если у вас есть какие-то другие эликсиры молодости, с которыми вы с нами хотите поделиться, мы это сделаем после того, как получим от вас вашу информацию. Готовить его трудно, а если для ленивых это мёд и корица, в общем-то. Мёд и корица решают всё. Вот. Ну что ж, наша передача, к сожалению, сегодня заканчивается. Мы встречаемся с вами в следующую субботу, уже 1 февраля. И для тех, у кого был день рождения в январе, дайте нам знать. У меня оно будет 28 января. Вот я ещё не решила, где буду отмечать, в Лос-Анджелесе или здесь, в Сан-Хосе. Но у того, у кого было и будет день рождения, поздравляю. До скорых встреч, Ольга Шоу. До скорых встреч, Ольга Шоу.